Здравствуйте! Я Спиридонов Олег Валерьевич. Мы с вами приступаем к изучению курса Microsoft Excel 2007. Для кого предназначен этот курс? Он предназначен для всех тех, кто работает с табличными данными, оформляет, создает таблицы, производит вычисления, строит диаграммы, производит обработку табличных данных. Этот курс может быть полезен тем, кто впервые изучает какое-нибудь приложение Microsoft Office 2007, а также для тех, кто уже знаком, предположим, с Word или другими приложениями, но хочет расширить свои знания. С чего мы начнем изучение нашего курса? Начнем со знакомства с интерфейсом Office 2007. Если вы обратите внимание на экран, то увидите, что интерфейс, то есть внешний вид окна, существенно отличается по сравнению со всеми предыдущими версиями. Пропали панели инструментов, пропали меню, и вместо этого появился один новый большой элемент — это лента. Лента расположена в верхней части окна и предназначена для решения самых разнообразных задач при работе в приложении. Лента состоит из отдельных вкладок. Для перехода в другую вкладку нужно щелкнуть просто по ее названию. Например, мы сейчас с вами находимся во вкладке «Главное». Если мы хотим перейти во вкладку «Разметка страницы», мы должны щелкнуть по этому названию. И, как вы видите, содержание ленты изменилось. Если мы хотим перейти, например, во вкладку «Вид», мы щелкнем по названию или по имени «Вид», и у нас появится другое содержание ленты. Содержание ленты постоянно и неизменно, как постоянно и неизменно — расположение вкладок в ней. Впрочем, некоторые вкладки могут появляться по мере нашей работы с приложением, и мы эту ситуацию с вами рассмотрим. А пока еще несколько слов о ленте. Лента располагается в верхней части окна. Ее нельзя переместить вверх, вниз, влево или вправо, но ее можно скрыть, если вы хотите получить больший размер активной части документа. Для скрытия ленты нужно щелкнуть по кнопке настройки панели быстрого доступа и выбрать соответствующую команду «Свернуть ленту». Вот лента у нас свернулась, все элементы пропали, остались только названия вкладок. Это не значит, что лента сейчас недоступна. Мы точно так же можем работать с лентой, как и ранее. Для этого нам надо навести указатель мыши на название вкладки и один раз щелкнуть по нему. Эта вкладка у нас отобразится. Или мы можем, предположим, перейдем во вкладку «Вид». Но если мы сейчас щелкнем снова в документе, то все вкладки будут скрыты. Можно так работать, но чаще всего, конечно, работают в режиме постоянного отображения ленты. Давайте снова ее отобразим. И посмотрим заодно еще два способа скрытия отображения ленты. Для скрытия или отображения ленты можно дважды щелкнуть по названию активной вкладки. Вот, например, мы сейчас находимся во вкладке «Вид», щелкнули по этому названию дважды, и вкладка скрылась. Точно так же можно двойным щелчком и отобразить вкладку. Также можно нажать комбинацию клавиш Ctrl F1 для того, чтобы скрыть или отобразить ленту. Переходим к более подробному разговору о вкладках. Как мы с вами говорили уже, содержание вкладки постоянно и неизменно. Каждая вкладка предназначена для решения определенных задач, встречающихся при работе в приложении. Например, в Excel у нас есть вкладка «Главная», которая предназначена в основном для создания табличных данных, для их оформления, форматирования, добавления и удаления элементов и так далее. Вкладка «Разметка страницы», которая предназначена для установки параметров страницы, установки масштаба печати и так далее. Вкладка «Формулы», вкладка «Вставка». Название вкладок, как правило, само говорит о том, какие элементы там сосредоточены. Помимо стандартного набора вкладок, существуют еще так называемые контекстные или контекстно-зависимые вкладки. Эти вкладки появляются по мере необходимости для работы с определенными объектами. Например, с графическими объектами, с диаграммами, с колонтитулами и так далее. Например, стоит нам выделить графический объект. Как у нас появилась группа вкладок «Работа с рисунками», но она содержит всего одну вкладку — вкладку «Формат». Эта вкладка содержит элементы, предназначенные для работы с этим графическим объектом. Если мы снимем выделение, то вкладка «Формат» автоматически исчезла, потому что в данной ситуации она не нужна. Давайте выделим диаграмму. Что при этом произойдет? При этом появилась группа вкладок «Работа с диаграммами», которая содержит целых три вкладки. Вкладка «Конструктор», вкладка «Макет» и вкладка «Формат». Все эти элементы, все эти вкладки предназначены только для работы с диаграммами. Если мы снимем выделение с диаграммы, то все эти вкладки автоматически скроются. И нет никаких средств, которые позволили бы нам принудительно отобразить ту или иную контекстную вкладку. Давайте теперь поглядим на содержание вкладки, на содержание ленты, на содержание вкладки. Элементы управления или просто элементы, которые содержатся во вкладке, они расположены в определенном порядке и в большинстве случаев сгруппированы. Давайте посмотрим, например, на вкладку «Главное». У нас есть группа элементов буфера обмена, группа элементов шрифт, выравнивание, число, стиль, ячейки, редактирование. Содержание и расположение элементов в этих группах в общем случае тоже постоянно и неизменно. Но здесь могут быть варианты. Если мы изменим разрешение монитора или просто уменьшим ширину окна, то некоторые из этих элементов будут скрываться. Ну а правильнее, наверное, сказать, как бы скрываться, потому что вот я сейчас делаю окно все уже и уже, и у нас начинают отдельные элементы группироваться, уплотняться и постепенно пропадать. Ну, например, скрылась группа число, но на самом деле она никуда не пропала. И для того, чтобы ею воспользоваться, достаточно просто щелкнуть мышью по вот этой появившейся кнопке, и все те элементы группы число, которые у нас были, они снова у нас доступны для работы. Если мы сузим окно очень-очень сильно, оставим ширину меньше примерно 300 точек, то при этом у нас пропадут и названия вкладок, и, естественно, и сами элементы вкладок. Но в такой ситуации обычно не работают, поэтому давайте вернем нормальный размер окна для того, чтобы можно было эффективно работать. И перейдем к знакомству с теми элементами, с теми элементами управления, которые у нас есть в окне. Многие из этих элементов у нас присутствовали и в предыдущих версиях Excel, и в других приложениях Microsoft Office. Но в 2007 появились некоторые новые элементы, с которыми мы с вами тоже познакомимся. Первый элемент, один из самых простых и распространенных — это обычная кнопка. Любая кнопка работает как переключатель. Например, если мы хотим установить полужирное начертание, мы нажмем на кнопку, на которой нарисована буква «Ж», и отвечает эта кнопка за установку полужирного начертания, это начертание будет, соответственно, установлено. Если мы еще раз нажмем на эту кнопку, для фрагмента текста, у которого установлено полужирное начертание, это начертание будет снято. Помимо обычных кнопок, есть так называемые раскрывающиеся кнопки. Эти кнопки содержат значок со стрелкой в правой части. Например, такого рода кнопка является кнопкой для установки подчеркивания. Мы можем щелкнуть по кнопке, а можем щелкнуть по стрелке этой кнопки и выбрать один из предлагаемых здесь вариантов. То есть установим мы обычное подчеркивание или двойное подчеркивание. Еще большие возможности имеет, например, раскрывающаяся кнопка граница. Она содержит множество вариантов установки границ, расположения их, настройки их параметров и так далее. И все это сосредоточено в этой кнопке. То есть если мы хотим, например, выбрать толстую внешнюю границу, мы должны щелкнуть по стрелке этой кнопки, а потом выбрать вот этот параметр для установки такой границы. Следующий элемент — это список, или, как их иногда называют в офисе 2007, это галереи. Что из себя представляет список, что из себя представляет галерея? Ну, например, при работе с диаграммами у нас есть список или галерея стилей диаграмм. Здесь приведены возможные варианты оформления возможной стилей диаграммы. Мы можем пользоваться им как обычным списком с полосой прокрутки и прокручивать кнопками, которые расположены справа от этого списка. Вот мы последовательно прокручиваем для того, чтобы выбрать нужный нам вариант. Но на самом деле так работают довольно редко, потому что это не очень удобно, мы не видим все возможные варианты. А вот для того, чтобы открыть всю галерею этих вариантов, всю галерею списка, нам надо щелкнуть по кнопке «Дополнительные параметры», которая расположена в правом нижнем углу этого списка. Мы по ней щелкнем и получим все возможные варианты оформления, в данном случае оформления, которые мы можем применить с использованием данного списка. Давайте, чтобы не даром щелкать, изменим цветовую гамму, перейдем в оливковые тона. Вот мы с вами воспользовались списком, воспользовались галереей и изменили оформление. Следующий элемент — это раскрывающийся список. Раскрывающиеся списки существуют во всех приложениях и пользуются ими абсолютно одинаково. То есть, если мы хотим выбрать какой-нибудь числовой параметр, или не обязательно числовой, это может быть текстовый параметр, нам надо щелкнуть по стрелке этого раскрывающегося списка и выбрать соответствующее значение. Например, мы хотим выбрать размер шрифта 14 пунктов. Получили 14 пунктов. При работе с числовыми раскрывающимися списками мы не обязательно должны выбирать какое-то конкретное значение, мы значение можем ввести с клавиатуры. Для этого надо щелкнуть в поле этого раскрывающегося списка, ввести необходимое значение и нажать клавишу «Enter». Следующий элемент управления — это флажки. Флажки раньше использовались в основном в диалоговых окнах, но сейчас они могут использоваться и во вкладках. Например, у нас есть флажки во вкладке «Разметка страницы». Эти флажки предназначены для установки особенностей параметров печати. Будем ли мы печатать, предположим, сетку на странице или не будем печатать, будем ли мы сетку выводить на экране или не будем выводить. Все это устанавливается флажками. Помимо флажков появился также такой элемент управления, который раньше был в диалоговых окнах, как счетчик. Например, мы можем изменить масштаб печати с установкой значения в счетчике. Как и при работе с раскрывающимися списками, мы можем не обязательно выбирать значение с помощью стрелок больше-меньше, а можем необходимое значение ввести просто с клавиатуры. Предположим, введем значение 93%, и документ будет напечатан именно в таком масштабе. Мы с вами рассмотрели все основные типы элементов, которые существуют во вкладках. Но на самом деле возможности приложения гораздо больше, чем то, что есть на вкладке. Предположим, при работе с числами, с числовыми форматами, при работе с выравниванием, при работе со шрифтами, у нас есть еще дополнительные возможности, которые мы можем реализовать с помощью диалоговых окон. Как отобразить диалоговое окно? Во-первых, традиционно, как и раньше, диалоговое окно можно отображать с использованием команд контекстного меню, но можно воспользоваться также специальным элементом, который имеется на вкладке. Этот элемент называется значок группы. Обратите внимание, группа шрифт имеет в правом нижнем углу небольшой квадратик, который является значком этой группы. При наведении указателя мыши на этот значок выходит подсказка о том, что этот значок, этот элемент отображает диалоговое окно, формат ячеек, даже не просто все диалоговое окно, а конкретно вот эту вкладку, которая предназначена для работы со шрифтами. То же самое будет у нас, если мы наведем на значок группы выравнивание, то же самое будет, если мы наведем на значок группы число. То есть эти значки группы отображают диалоговое окно и нужную вкладку, которая соответствует задачам, которые решаются с помощью элементов этой группы. То есть, если мы хотим отобразить вкладку «Шрифт диалогового окна формат ячеек», мы просто щелкнем по этому значку, и, как вы видите, у нас появилось диалоговое окно формата ячеек и появилась вкладка «Шрифт». Давайте закроем это окно. Если мы хотим отобразить диалоговое окно для установки выравнивания содержимого в ячейках, мы щелкнем по этому значку, и у нас появилось диалоговое окно формата ячеек и вкладка «Выравнивание». В некоторых случаях вместо диалогового окна появляется соответствующая область задач. Например, если мы щелкнем по значку группы «Буфер обмена», то у нас никакого диалогового окна не появится, а появится просто область задач, которая предназначена для работы с буфером обмена, для использования всех возможностей буфера обмена Microsoft Office. Когда я вам говорил про то, что в новой версии Excel нет меню, я был не совсем прав. Одно меню осталось — это меню кнопки «Офис». Кнопка «Офис» — это кнопка, которая расположена в левом верхнем углу окна, на которой изображен логотип Microsoft Office 2007. Если мы щелкнем по этой кнопке, то у нас появится меню, которое содержит в основном команды, предназначенные для работы с файловой системой. Это команды для создания нового документа, открытия, сохранения печати и т.д. Кроме того, в этом меню находится команда параметры Excel, предназначенная для настройки основных параметров приложения. В этом меню находится также список документов, которые недавно открывали в этом приложении. Здесь же можно воспользоваться выходом из всего приложения. Содержание этого меню постоянно неизменно, настроить или как-то изменить его невозможно. В отдельных случаях там будут появляться дополнительные команды, но это связано с особенностями работы с теми или иными файлами. И панель инструментов одна тоже осталась. Точнее так, наверное, правильнее сказать, что появилась новая панель инструментов. Эта панель инструментов называется «Панель быстрого доступа». Она расположена, как правило, в верхней части окна, справа от кнопки «Офис» и, соответственно, в строке названия. По умолчанию эта кнопка содержит три элемента. Кнопку «Сохранить», кнопку для отмены последнего действия и кнопку для возврата отмененного действия. Но в отличие от вкладок, в отличие от меню кнопки «Офис», это панель инструментов настраиваемая. Мы можем настраивать ее с использованием разных способов. Во-первых, эта панель инструментов имеет некоторый стандартный набор кнопок, набор элементов, которые мы в любой момент можем скрыть или это выразить. Для этого надо щелкнуть по кнопке настройки этой панели. И, например, мы хотим добавить кнопку для открытия документов, для открытия файлов. Вот у нас появилась кнопка, которая позволяет открывать файл. Если нам не нужна эта кнопка, мы еще раз щелкнем по кнопке настройки панели, снимем соответствующий флажок и соответствующий элемент пропал. Кроме того, мы можем любой элемент любой вкладки поместить на панель быстрого доступа. Для этого нам достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши по этому элементу и выбрать соответствующую команду «Добавить на панель быстрого доступа». Например, нам придется часто работать с примечаниями, добавлять примечания. Мы щелкнем по этой кнопке вкладки «Рецензирование» и добавим на панель быстрого доступа соответствующий элемент. Таким образом, нам теперь не потребуется переходить во вкладку «Рецензирование» для того, чтобы создать примечание какой-нибудь ячейки в Excel. И, наконец, если вы хотите добавить какие-то другие элементы, которых нет на вкладках, а элементов много, то для этого надо перейти в настройку этой панели быстрого доступа. Для этого щелкнем по кнопке «Офис», выберем команду «Параметры Excel». Перейдем во вкладку «Лю в группу настройка». И в этой группе мы можем выбирать категории команд, которые нам необходимо добавить на панель быстрого доступа. И можем добавить ее туда в любой момент с использованием кнопки «Добавить». Если вы хотите восстановить параметры содержания этой панели, то в этом окне, в окне «Параметры Excel» надо нажать кнопку «Сброс» и ответить «Да», что мы хотим действительно вернуть стандартный состав элементов на этой панели быстрого доступа. Панель быстрого доступа обычно располагается вверху, но при определенном желании можно разместить ее, например, и под лентой. Обычно так делают, если эта панель содержит большое количество элементов. Можно расположить в ней до 20-30 элементов без особых проблем. Можно, на самом деле, отобразить и больше. Но, наверное, в этом случае теряется смысл использования этой панели. То есть мы не будем получать быстрый доступ, потому что нам придется долго искать тот или иной элемент. Давайте вернем панель на место, то есть разместим ее над лентой. И поговорим еще об одном элементе, который, например, активно используется в Microsoft Word, но менее активно используется в Microsoft Excel. Этот элемент называется всплывающая мини-панель инструментов. В Word эта панель инструментов автоматически появляется, стоит нам выделить какой-нибудь фрагмент, а вот в Excel этого не происходит. Но что можно сделать? Можно выделить какой-то фрагмент и щелкнуть по нему правой кнопкой мыши. После этого, мы сейчас не обращаем внимания на появившееся контекстное меню, у нас появилась всплывающая мини-панель инструментов. Эта мини-панель инструментов содержит наиболее часто используемые элементы для оформления содержимого ячеек, для выбора шрифта, размера шрифта, увеличения или уменьшения размера шрифта, установки числовых форматов, начертания, заливок и так далее. Например, мы хотим изменить размер шрифта, для этого мы выберем в раскрывающемся списке размер нужное значение, и оно у нас применилось. Для того, чтобы мини-панель скрылась, для этого достаточно щелкнуть мышью в любом месте за пределами этой панели. Ну и напоследок, в качестве знакомства с интерфейсом, хочу обратить ваше внимание на строку формул. Что такое строка формул? Строка формул — это поле, предназначенное для отображения содержимого ячеек или формул, которые находятся в этой, соответственно, выделенной ячейке. Строка формул в офисе 2007 имеет некоторые отличия. Главное отличие заключается в том, что для удобства просмотра содержимого ячеек, именно просмотра не на листе, а в строке формул, мы можем изменять размеры строки формул. Для этого нам надо щелкнуть по соответствующему значку, расположенному в правой части строки формул. Значок называется «Развернуть строку формул». Вот у нас развернулось, и мы теперь видим строку формул в три строки. Но мы можем еще после этого перетащить границу между строкой формул и активной частью листа, для того, чтобы легче было работать, редактировать, изменять содержимое не на листе, а непосредственно в строке формул. Если мы хотим вернуть нормальный вид строки формул, то для этого нам достаточно щелкнуть по кнопке «Свернуть», и строка формул примет обычный вид. На этом мы с вами закончили разговор об оформлении ячеек, но не закончили разговор об оформлении таблиц. Этому будет посвящена наша следующая лекция. Мы поговорим об оформлении таблицы как целого объекта, а также об установке условного форматирования. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok